Товарищ президент Республики Реворусь, вооруженные силы занимаются в соответствии с планом боевой подготовки. Министр обороны, генерал Валентин Кремль. Здравия желаю. Здравия желаю. Здравия желаю. Здравия желаю. Здравия желаю. Этот объект называется элемент укрепленного района Комбринского укрепрайона. В соответствии, товарищ президент, в марте месяце, как вами была поставлена задача, в Министерстве обороны проведена работа по выбору оптимальных форм и способов ведения обороны государства. Мы изучили опыт ведения воевых действий в зоне специальных военных операций. Кроме того, наша страна имеет богатый опыт наличия укрепрайонов. Если вернуться в 30-е годы, значит, в 29-39 год строилось 4 укрепрайона на территории Республики Беларусь. Это Пинский, Минский, Суцкий и Мозырский укрепрайоны. Но так как в 39-м году прошло объединение, они свою роль не выполнили. Но данные укрепрайоны, они имели ряд существенных недостатков. Первое – это большая протяженность, наличие только пулеметных дотов, отсутствие артиллерии и противовоздушного прикрытия. И небольшая глубина. 40-й и 41-й год. Перед началом Великой Отечественной войны было опять принято решение о строительстве 4 укрепрайонов. Это Гродненский, Советский, Замбровский и Брестский. Уже учитывая опыт предыдущих укрепрайонов, было учтено и минно-взрывные заграждения, увеличена глубина. Но все равно протяженность их оставалась от 80 до 100 километров. Они по своим инженерным фортоборудованиям имели более 2,5 тысяч различных фортсооружений. Но к 41-му году они не были закончены их строительством. Кроме того, проблематикой этих укрепрайонов являлось то, что первое – это не было системой выработанной их занятия и обороны. Не были назначены гарнизоны для занятия этих укрепрайонов. Они находились непосредственно близко к госгранице в зоне достигаемости средств огневого поражения и все-таки все равно имели небольшую глубину – 5-6 километров. Поэтому свою роль они в 41-м году, к сожалению, не выполнили, за исключением Пинского укрепрайона, который в течение трех недель сдерживал натиск наступления войск фашистской Германии. Мы провели соответствующие расчеты. На Брестскую крепость ты не считаешь? Брестская крепость, она не входила в состав укрепрайонов, товарищ президент. Она была отдельный элемент. Это вообще считался просто воинский гарнизон. И ввиду неожиданности нападения… То есть элемента укрепрайона он не имел? Не имел. Укрепрайоны в основе создавались на таких участках местности, где перекрывали основные дорожные направления. И в основе их состояли… Ну, на направлениях вероятного движения. Ну, вот мы подошли к этому укрепрайону. Почему именно это место мы выбрали? Товарищ президент, выбрали, исходя опять-таки из дорожных направлений, высот. Суть закладывая, что данный укрепрайон должен способен работать автономно и противостоять авиационным и артиллерийским ударам. И принцип ни шагу назад сдерживать, не допускать их в губ страны. Заглубленный пункт, который комплексный, позволяет размещать и личный состав, и пункты управления, и хозяйственный блок. Его уровень защиты позволяет выдерживать все артиллерийские снаряды, которые сейчас существуют. И авиационные бомбы, город, 500 кг. И авиационные бомбы, которые позволяют размещать резервы, личный состав. То есть вы вниз закопали вагон? Вагон. Ну, тоже неплохой. Вот они, системы, видите, вентиляции приточная, вытяжная, полностью все обеспечено автономным действием. Здесь медицинский пост. Здесь же, товарищ президент, находится методическая литература, которая необходима для подготовки личного состава. Места для расположения боеприпасов, для того, чтобы можно было пополнять боевые комплекты тех подразделений, которые там воюют на передке. Ну, и самое основное место здесь, это, конечно, расположение командира роты. Это оператор беспилотного авиационного комплекса, который управляет, наводит по запросу командира роты. Станция сама управления. Сейчас БПЛА, он управляет, который летает. Так точно. Станция управления находится наверху. Все коммуникации сведены сюда, к нему с этого ноутбука он управляет. Предлагаю процедать. Ну, как вам докладывал, это комплексный объект. Вот это хвостблок. Прямо склад на два отсека, чтобы соблюдалось товарное, сосредственное продукты. Реально здесь продовольствие заложено на 30 суток. Чудки, которые сейчас готовят обед. И далее здесь расположены места для приготовки, помывки посуды. Здесь прием пищи для личного состава, тот, который находится именно здесь. Как всякое заглубленное сооружение имеет два входа-выхода. Вот выкат, он обшит одежда крутости, потому что она должна стать точной боевой позицией в случае нападения наземного противника. Дерево очень долго мы спорили, чем отшивать. Ну, на данный момент у нас в Беларуси его хватает. Это очень хороший противоречный материал. Она улавливает осколки, улавливает пули. Выход, наш президент, прямо в лес. Это тоже сам по себе он является таким хорошим маскирующим свойствами, обладает. У нас здесь полностью выполнена автономная скважина, которая позволяет давать воду как на хозяйственный блок, так и на баню. Вот сейчас мы их прибыли непосредственно к бане. Вот тактическая высота, которую, по сути дела, я определил, почему мы вошли именно сюда. Вот посмотрите. Просмотр, прострел турами, автоп, на котором может работать физовая техника, танк, БМП. А со стороны противника вот настолько ответственный обрыв, зайти сюда невозможно. Товарищ президент, на первой рабочей точке я вам доложил о роли укрепленных районов в общей системе обороны государства. Но вам предлагаю сейчас еще оцениться как учебный объект. Мы тут уже отработали 57 учебных вопросов по алгоритмам для обучения личного состава. Этот НП, он не выделяется среди других объектов на фоне боевых позиций отделения. Он выполнен из дерева. То есть это тот материал, который позволяет полностью вести защиту от осколков. Бояльте? Так точно. Чтобы продолжить. Освоили. Так точно. Ну, главное, чтобы они понимали. Никакой показухи, мужики. Все должно быть как реально. Даже если будете убеждены, что нам воевать не надо, все равно надо готовиться как следует. Так точно. За показуху, как за дедовщину, железобетон нас просим. Поэтому все делайте на совесть. Товарищ Главнокомандующий, в системе контр-батарейной борьбы три компонента. Средство огневого поражения, средство разведки, средство управления. То есть обнаружил разведка. Так точно. Управление сдает команду. Ты прицеливаешься. И поражаешь. И конкретно как-то происходит. И как можно быстрее, товарищ президент, сейчас время. И как можно быстрее. Потому что если упустил, все, уйдет. Значит, что касается средств огневого поражения, справа представлены образцы, которые у нас находятся на вооружении. Далее по средствам разведки, те, которые у нас сейчас на вооружении. Основное средство разведки контр-батарейной борьбы – это С-пилотник с хорошей камерой. Очень качественно получаются снимки, видео. Разведка хорошая. Значит, есть у нас такой уже аналог. Он далее будет вам представлен на выставке, наш белорусский, «Беркут-3». Проходит сейчас испытание. Ждем быстрее. Все надо делать. Беспилотники – это будущее. Это самая суть контр-батарейной борьбы. Успеть быстро обнаружить противника, поразить и уйти со своих позиций. И это позволяет оборудование это все сделать. Оно позволяет автоматизировать этот процесс и сократить, существенно сократить время выполнения всех этих задач. Приступаем к проведению тренировки. Командир роты ведет разведку на дальних поступах силами беспилотных летательных аппаратов. Операторы беспилотных летательных аппаратов поражают технику противника путем сброса солнечных гранат в люки под машину. Мы освоили этот прием и используем его на занятиях. Штурмовые отряды противника уничтожаются многослойным огнем обороняющегося подразделения. Это нам позволяет делать вот этот вот тактический гребень вот этой высоты. При этом первое отделение поражает его с фронта. Второй командир батальона приступает к отработке следующего учебного вопроса. И отдает команду на занятия части первой позиции штурмующим подразделением. Отрабатываются вопросы именно ближнего контактного штурмового боя. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...